Здравствуйте! В прямом эфире программа события. Новости большого города на Средней Волге вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. Новости большого города на Средней Волге. Новости пострадавших нет. Пожарные тушили огонь почти час. Спасатели отмечают, что звонки очевидцев и работа противопожарной системы позволили быстро среагировать на вызов. Андрей Горкуленко с места событий. Мелодии, скрипки и фортепиано сменил треск огня. В детской музыкальной школе, что располагается в здании 28-й общеобразовательной, горело подсобное помещение для хранения мебели и музыкальных инструментов. На момент ЧП занятия в школе уже закончились. Пострадавших в пожаре нет. Во время начала пожара в крыле школы находилось два человека, но они быстро покинули помещение, увидев первые признаки возгорания. Звонок о пожаре поступил в 12 часов 53 минуты. Площадь, пройденная огнем, 200 квадратных метров. Спустя полчаса пожар локализовали, а через час удалось и вовсе его ликвидировать. Всего с огнем боролись 101 пожарные и 34 единицы техники. Информация о пожаре поступила от автоматической системы раннего обнаружения пожара, а также от очевидцев, что позволило своевременно подразделениям прибыть непосредственно к месту пожара. Причины пожара, как и нанесенный ущерб, еще предстоит установить. Чтобы не останавливать учебный процесс, в детской школе искусств выделили дополнительные помещения и оборудование на время ремонта в здании школы. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. С наступлением холодов пожары участились и в историческом центре города. В одном квартале буквально за сутки горели три дома. Что планируют предпринимать городские власти, выяснила Лариса Шалафаст. Вот здесь как люди будут жить, я не знаю. Вот здесь там вообще кошмар. Квартира на первом этаже 43-го дома по Красноармейской теперь больше похожа на тонущий корабль. Чтобы потушить пожар в перекрытии между этажами старого здания, пожарным пришлось пролить все водой. То есть здесь отопления в этой квартире нет? Нет, здесь только от печки отопление. И все. То есть в других квартирах у них там котлы стоят, а здесь только вот печка и все. И от нее вот как раз начался пожар между полами. В доме на Красноармейской проживают четыре семьи. От временного жилья люди отказываются. Ситуацию с участившимися пожарами в историческом центре города обсудили на совещании в мэрии. Централизованного отопления в таких домах, как правило, нет. Жильцы устанавливают печки, от которых ветхие конструкции быстро воспламеняются. В выходные горели дома и на Самарской. Их жители тоже не хотят переезжать. Они все ждут, когда им предоставят квартиры в центре города. Поэтому необходима, на мой взгляд, целью безопасности опройти комиссионно. Вижу, в фонд, который там есть. Мы готовы. И мы принесем участие в департамент управления мышцами. И подробности приглашать на маневренный фонд. Готовьте всю информацию, что у нас есть по признанию домов аварийными, по тому, сколько в программу ушло, сколько не ушло. Плюс письмо от нас на губернатора по поводу действий СОВЖИ и возможности передачи этих кварталов в город для дальнейшего представления инвесторов под бесконфликтную реновацию. Более детально ситуацию обсудят на совещании в прокуратуре с участием всех уполномоченных органов. Лариса Шалафаст, Василий Колдашов, События. Еленин такой молодой и юный октябрь впереди. Капсулу времени вскрыли на заводе «Авиакор». Каким видели день столетия в ЛКСМ комсомольцы полвека назад и как идеи продолжают жить на авиационном заводе, узнала Кристина Инчина. На завод «Авиакор» Юрий Петрович пришел, как только закончил школу. Электрик по образованию Юрий Тальский был направлен в цех основной сборки. Работал усердно и, главное, с удовольствием. Через три года возглавил комсомольскую организацию своего цеха. И в 50-летний юбилей Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи в 68-м году получил уникальную возможность заложить капсулу времени для потомков в день столетия в ЛКСМ. Тогда у нас была вера в будущее, что все будет замечательно, что коммунизм мы обязательно построим. Поэтому было настроение приподнятое. Комсомол был массовой организацией, имевшей колоссальное влияние во всех сферах жизни. В промышленности, экономике, образовании, науке, культуре и искусстве, спорте, организации досуга. В каждом учреждении, предприятии и силовых ведомствах обязательно была первичная организация в ЛКСМ. Эти всякие смотры, конкурсы, у нас была техническая конференция, проводили по качеству. Вот наша задача заключалась в том, чтобы всеми своими мероприятиями как-то молодежь направить на качественную работу, своевременную выполнение заданий. Присутствовать на торжественном открытии капсулы времени смогли не только нынешние работники завода, но и передовики производства тех лет с ветеранами движения. Комсомольцы с волнением ждали вскрытия капсулы, чтобы услышать привет из прошлого. Мы, красивые, гордые люди, строим свое и ваше будущее. Светлое здание коммунизма с именем Владимира Ильича Ленина. Столетие со дня которого готовится отметить наш народ, весь мир, с именем коммунистической партии. И мы его построим в ЛКСМ. Ура, товарищи! Комсомол прекратил свое существование 27 лет назад. И сейчас уже совершенно другая страна. Но главное, отмечает директор Авиакора, сохранить идеологию тех лет и направить энергию молодежи завода в нужное, позитивное русло. Другие люди, ничего не стоит на месте. Но настрой на созидательность, на результат, решимость в достижении поставленных целей. Вот, наверное, это мы хотим донести до современной молодежи. То есть то, что было культивировано очень удачно в то героическое время, о котором сегодня мы говорили. Послание из прошлого будет бережно храниться в музее Самарского авиационного завода. Кристина Инчина, Константин Головин. События. Его музыка зажигала сердца, а сзади Самарской филармонии открыли мемориальную доску, посвященную Дмитрию Когану, прославленному скрипачу, заслуженному артисту России. 27 октября Дмитрию Павловичу исполнилось бы 40 лет. Он первым дал концерты в Беслане и на Северном полюсе. Данил Лучко расскажет, какой след виртуоз оставил в истории Самары. В 6 лет взял в руки скрипку, в 10 уже выступал на большой сцене. Дмитрий Коган был продолжателем известной музыкальной династии. Дедушка с бабушкой, скрипачи, отец, дирижер, мать, пианистка. 27 октября Дмитрию Когану исполнилось бы 40 лет. В прошлом году музыкант умер от рака. Конечно, он представитель прекрасного, высокого искусства. Но при этом он понимал, что в меняющемся мире нужно понимать, разбираться, находить что-то для себя и в других направлениях музыки. Я уверен, в других направлениях искусства. Дмитрий Павлович оставил яркий след в культурной жизни нашего города и нашего региона. Дмитрий Коган – первый скрипач, который дал благотворительные концерты в Беслане. И первым же выступил для полярников на Северном полюсе. Пять великих скрипок, инструменты детям и дни высокой музыки. Это проекты и фестивали, в которых «Виртуоз» активно участвовал. С 2011 по 2013 годы Дмитрий Коган был художественным руководителем Самарской филармонии. Теперь на ее фасаде – мемориальная доска, посвященная заслуженному артисту России. Почтить память пришли первые лица региона, ценители искусства и коллеги. Ну, вы знаете, у меня с Дмитрием Павловичем были такие своеобразные отношения, как у папы с сыном. Тогда еще он был совсем начинающим солистом. По каждому поводу он мне задавал вопросы. Мне приходилось его поддерживать каждую минуту. 1 ноября в Самарской филармонии выступит камерный оркестр «Волга-филармоник». Тот самый, создателем которого является Дмитрий Коган. Данил Лучко, Василий Колдашов. События. Далее, коротко о других событиях дня. По Цизернию автобус с 15 детьми попал в аварию, столкнувшись с грузовиком. Школьники, которые возвращались домой из театра, не пострадали. Автобус столкнулся с грузовиком и СУЗУ. Удар пришелся показательный, никто не пострадал. Детей забрали домой родители. Часть детей довезли до села на другом автобусе. Ребятам пришлось немного померзнуть. Ночь в Самарской области выдалась очень прохладной. Местные жители говорят, что Шигонский перекресток, на котором случилась авария, проклятое место. ДТП здесь происходит постоянно. Правда, все же, скорее всего, виноваты в этом невнимательные водители. Суд в Самаре отправил крымскую чиновницу под домашний арест. Начальник службы капитального строительства Крыма Светлана Моравская. Она ранее возглавляла управление капитального строительства Самарской области. Обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн на своей странице в Твиттер сообщает, что Моравская в рамках госконтракта по строительству берега укрепления у села Рождествено приняла и оплатила работу подрядчика, который якобы использовал более дешевые материалы. Таким образом, утверждает депутат, было похищено 28 миллионов рублей. В Самаре сбытчики спрятали героин в детскую бутылочку. Выходцы из ближнего зарубежья, 43-летняя женщина и ее 45-летний муж хранили дома почти 5 граммов наркотика. Кроме того, во дворах на улице Гагариной Победы силовики нашли два полимерных свертка, где также находились наркотики. По версии следствия, эти закладки сделал задержанный мужчина. Один из свертков с наркотиком был спрятан в бутылочку для кормления ребенка. Подозреваемые заключены под стражу, в отношении них возбудили уголовные дела. Самара входит в топ-3 популярных городов у туристов ПФО. Рейтинг подготовлен по данным брони, отелей и апартаментов в этом году. В первую пятерку городов Поволжья по популярности у туристов, путешествующих самостоятельно, в этом году вошли также Казань, Нижний Новгород, Саратов и Уфа. По данным экспертов, в этом году туристы останавливались в Самаре в среднем на 2,5 ночи и тратили на аренду жилья 2,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего проживание в Поволжье туристам обошлось в Саратове, дороже всего в Казани. В Самаре столбик термометра будет опускаться до минус 6. В начале новой рабочей недели синоптики обещают в Самарской области похолодание. Напомним, что погода резко изменилась в воскресенье. Атмосферные фронты Атлантического циклона принесли на Среднюю Волгу порывистый ветер, дождь и мокрый снег. В ночь на вторник и среду метеорологи прогнозируют переменную облачность. Северный и северо-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. По ночам столбик термометра будет опускаться ниже нулевой отметки до минус 1-6 градусов. В дневные часы станет теплее от минус 3 до 2 градусов, сообщили в Приволжском УГМС. В Самарском зоопарке новые пернатые питомцы. Настоящим украшением коллекции стали редкие и красивые птицы. Полярные совы – самец из Нижнего Новгорода, а самка из Пензы. Сотрудники верят, что они встанут парой и принесут немало маленьких птенцов. С пока еще безымянными совами познакомился Андрей Горгуленко. Полярная сова, также известная как Белая, – самый крупный пернатый хищник полярного круга. Вид является редким и занесен в Красную книгу. На пролете отмечается и в Самарской области. А две птицы и вовсе станут постоянными жителями Самары. Теперь в зоопарке живут полуторагодовалый самец, которого привезли из Нижнего Новгорода, и годовалая самка из Пензы. Птички в природе достаточно агрессивные и злобные, но у нас они ведут себя мирно, спокойно. Единственное, что иногда самка пугается, когда близко подходим, а так достаточно адекватные животные. Так как птицы – не родственники, сотрудники зоопарка рассчитывают, что совы влюбятся и принесут потомство. Жилплощадью и достаточным количеством корма они уже обеспечены. Нет у них пока только имен. Их предложат сами посетители зоопарка, а сотрудники уже выберут самые подходящие. Это очень долгожданное и жутко радостное для нас событие. Очень красивые птицы, они разнообразили нашу коллекцию. Имен у них нет, и поэтому мы сегодня объявляем конкурс для всех желающих придумать имена нашим чудесным совам. Конкурс размещен на официальной странице зоопарка в социальной сети ВКонтакте и на сайте Зверинца. Среди возможных имен – букля и сычек. Именно так звали сов в серии книг о волшебнике Гарри Поттере. Но правда при совах письма из Хогвартса обнаружено не было. Но может быть они его просто берегут для более достойного волшебника. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Это далеко не вся картина дня. И вот о каких событиях наши журналисты готовят материалы в следующие выпуски. Накормят всех. Сельхозярмарки в Самаре будут работать до зимы. 9 тысяч случаев за год. Во Всемирный день борьбы с инсультом врачи рассказывают, как помочь больному. Встреча с кумиром – лучший мотиватор. Анастасия Павлюченкова наградила победителей детского теннисного турнира. А наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что нас уже более 19 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова